Казахстан Садимся на диету Засуха и наводнения, они во всем мире Эксперты прогнозируют рост цен на мясо и продукты питания в этом году В Минсельхозе Казахстана обещают сделать все, чтобы цифры на ценниках не росли Что стоит за этими обещаниями, что говорят производители Расскажем через несколько минут У нас еще антитела, в принципе, они свежие, такие уровни высокие В Минздраве обозначили ориентировочные сроки реавакцинации населения от коронавируса Рассказали, на какие вакцины смогут рассчитывать казахстанцы, а какие достанутся группе риска Через Ашик, без температуры и насморка Надеемся, что в конце августа будет спад Школьников столицы пообещали посадить за парты с 1 сентября Как будут учиться дети и к чему готовиться родителям? Ну теперь о всем подробнее Когда казахстанцы смогут пройти повторную вакцинацию от коронавируса В Минздраве назвали ориентировочные сроки с 1 октября Информацию озвучил министр Алексей Цой Видео, опубликованное в телеграм-канале «Коронавирус-2020 Киезет» Ревакцинация, по его словам, может войти в национальный календарь прививок Помимо этого, министр рассказал, кому и когда будет доступна американская вакцина Пфайзер С подробностями болжан Самигулина Пока 13 миллионов казахстанцев еще не получили даже первую дозу вакцины Медики уже говорят о ревакцинации населения Впервые о повторной вакцинации в Казахстане заговорили на брифинге 8 июля Тогда вице-министр здравоохранения Марат Шуранов сказал Что конкретных рекомендаций по повторной иммунизации от разработчиков еще не было Сегодня же глава Минздрава Алексей Цой заявил, что ревакцинация казахстанцев может начаться с 1 октября Казахстан, в принципе, начал вакцинироваться чуть позже, вот начиная с февраля месяца и далее Ключевая масса у нас вакцинировалась где-то июнь-июль Поэтому у нас еще антитела, в принципе, они свежие такие, уровень высокий Поэтому, наверное, ориентировочно где-то через 9 месяцев после получения второй дозы у нас в календарь войдет Вопрос о ревакцинации у Минздрава еще находится на рассмотрении Прежде глава министерства должен провести консультацию с Всемирной организацией здравоохранения А глава ВОЗ тем временем на днях обратился к властям стран с призывом не проводить ревакцинацию хотя бы до конца сентября Этот шаг объясняется потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны Я понимаю, что все правительства озабочены защитой своих людей от штамма Дельта Но мы не можем принять то, что страны, которые уже использовали большую часть мировых запасов вакцин, используют еще больше По вопросу об американской вакцине Pfizer, которую казахстанцы ждут еще с мая этого года Цой ответил, что препарат будет доступен не всем, хотя многие казахстанцы ждут именно эту вакцину На начальном этапе в октябре месяце вакцина Pfizer будет доступна для детей и мы думаем для беременных только Поэтому на них не надо рассчитывать, на эту вакцину, надо сейчас идти и прививаться Напомню, что президент страны Касым Жумартукаев даже объявлял выговор ведомству по срыву поставок Pfizer в Казахстан Вакцина в количестве 2 миллионов доз должна была прибыть в страну в мае Однако этого не произошло, что и вызвало критику главы государства И только после этого ситуация начала разрешаться В Казахстан доставили первую партию вакцины Verocell китайского производства Миллион доз препарата уже привезли в Алматы, всего СК формация закупила 4 миллиона доз Груз привезли из Пекина в особых условиях Температурный режим в коробках должен быть не меньше 2 и не больше 8 градусов Препарат стал пятой вакциной, зарегистрированной в Казахстане Привиться можно будет уже в ближайшее время Но прежде ее протестируют, а после отправят в регионы Препарат Verocell разработан Пекинским институтом биологических продуктов Как и другие вакцины, применяющиеся в Казахстане Ее будут ставить двумя компонентами Это первый китайский препарат, квалифицированный ВОЗ Безопасный и эффективный в 45 странах Разрешенный в 45 странах Сегодня в Алматы прибыла первая часть миллион доз Завтра принимаем вторую часть Всего 5 мая заключили договор с Синофармом Китайской народной республикой Наш утвержденный с Минздравом Республики Казахстан 4 миллиона доз Медикамент от фармкомпании Синофарм Был одобрен ВОЗ к применению в мае этого года На сегодня, помимо Поднебесной Вакцину производят в Объединенных Арабских Эмиратах и Сербии Вместе с тем, Китай и Эмираты одобрили экстренное использование этой вакцины для детей в возрасте от 3 до 17 лет Отмечу, что Казахстан уже закупал миллион доз препарата Пекинского института биологической продукции компании Синофарм В конце апреля этого года Вакцина под торговым названием Хаят Вакс была выпущена в Арабских Эмиратах Посмотрим, что говорит статистика по зараженным За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 235 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию Это меньше, чем в понедельник на 346 случаев Антирекорд по заболеваемости все еще бьет Алматы 1486 человек Последнюю строчку по распространению COVID-19 занимает Западно-Казахстанская область Всего 54 заболевших В желтой зоне все еще находится Туркестанская область Также с начала пандемии в стране выявили 649 120 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом В Атырау антирекорд по заболеваемости 627 зараженных за сутки Основными очагами распространения инфекции стали город Татырау, Тенгизское месторождение и Живейский район Новых больных госпитализируют в резервные инфекционные стационары Их в регионе развернуто около тысячи Любопытный факт По темпам вакцинации Атырауская область занимает предпоследнее место Опережая лишь Мангестал А к проекту Ашик подключено здесь 7,5 тысяч объектов В числе лидеров Ашик 35 предприятий и организаций На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по городу Атрау нестабильная За последние сутки зарегистрировано 430 заболевших коронавирусной инфекцией Из них 70% обратились с симптомами, остальные 30% являются близкими контактами с заболевшими коронавирусной инфекцией Распространяется инфекция, можно сказать, по всему городу Ответ на вопрос, который ждут тысячи родителей Школьники столицы в новом учебном году будут учиться в традиционном формате Об этом сообщили в управлении образования Взрослым входить в учебные заведения можно будет строго по системе Ашик Какие еще новшества планируют внедрить в этом году, расскажут мои коллеги Около 600 первоклашек в этом году впервые перешагнут порог школы-лицея номер 37 Из-за загруженности столичных учебных заведений организованы целых 19 первых классов По 30-35 учеников в каждом Торжественно, 1 сентября, школа может принять только новоприбывших школьников первого класса Всему виной пандемия Остальным предстоит ознакомиться с новыми санэпид-нормами В здание школы заходят с помощью приложения Ашик Затем им измеряют температуру Если она вдруг повышена, то ребенка помещают в изолятор Затем вызывают скорую с разрешением родителя или другого официального представителя Тут имеется все необходимое Кушетка для отдыха, градусники и дезинфектор Главная задача – изолировать ребенка до приезда медицинской помощи Перемена для школьников будут организованы в разное время для минимизации контактов А каждый из кабинетов оборудован дезинфицирующим средством и памяткой о коронавирусной инфекции Несмотря на вводимые правила, учителя признаются, что давно хотят вернуться к привычному формату обучения Предпочли бы оффлайн, да? Конечно, конечно Конечно, любой человек, наверное, сейчас и взрослый, и маленький Он будет только за то, чтобы мы работали в традиционном формате Но в связи с тем, что сейчас Казахстан в такой красной зоне Мы все переживаем, надеемся, что в конце августа будет спад Что все-таки у людей будут именно выработаны антитела Чтобы мы могли работать в таком формате В школе обучение проходит в две смены Однако, если в группах разрешают обучать по 25 человек То придется некоторые дисциплины проводить онлайн Либо организовывать новые смены Между тем, в управлении образования отчитались о готовности всех школ К любому из форм обучения Кроме всего того, что было обучено, мы не исключаем готовность всех к дистанционному обучению То есть они готовы и к традиционному формату обучения, и к дистанционному обучению Система, конечно, установлена, но пока для взрослых, старшего, 17 лет Для педагогов, для работников и для родителей Помимо регистрации в ваших, педагоги и техперсонал должны пройти полный курс вакцинации до начала учебы По данным управления здравоохранения, сейчас привито 95% столичных учителей 1 сентября дата ожидаемая не только для детей и их родителей Именно с 1 сентября начнется проверка на вакцинацию тех заведений и сотрудников Которые обязаны получить оба компонента и работать только привитыми Не вакцинированным сотрудникам, которым нужно быть на рабочем месте Придется еженедельно проходить платное пациент-тестирование Как заявлял ранее министр здравоохранения Алексей Цой Платить за тесты придется самим сотрудникам, ну или их работодателям Вакцинацию не нужно проходить лицам, имеющим постоянные медицинские противопоказания И переболевшим коронавирусом в течение последних трех месяцев Этим категориям людей нужны подтверждающие документы Тем временем, в Национальной палате Атамикен заявляют, что штрафовать предпринимателей Из-за невакцинированных сотрудников по двум статьям Адам Кодемса 425 и 462 незаконно Ссылаются в палате на официальный ответ генпрокуратурой Аргумент первый Постановление главного государственного санитарного врача не является нормативным правовым актом И не относится к законодательству Следующий аргумент звучит так Привлечение предпринимателей по 462 части 3 То есть ненадлежащее исполнение законов требований Постановления предписаний органов санитарного контроля В данном случае не применим Потому что для того, чтобы эти законные акты выдать Они должны провести либо профилактический контроль с посещением Либо проверку А эти мероприятия проводятся только лишь в соответствии с проверочными листами То есть проверочный лист это перечень вопросов, которые Государственный орган вправе проверить в ходе проверки Либо профилактического контроля Вопросы вакцинации в эти проверочные листы не входят Что касается мониторинговых групп То, как подчеркивают в НПП Они вправе проверять только по пяти критериям Режиму работы Требованию на ограничение проведения семейных памятных мероприятий И иных мероприятий с массовым скоплением людей Социальному дистанцированию Масочному режиму И превышению лимита численности посетителей В случае нарушения прав предприниматели могут обратиться с жалобой В Генеральную прокуратуру Либо в НПП Атамикен Что не день, то новые факты С выявлением липовых паспортов вакцинации и тестов ПЦР На этот раз отличилась Кустанайская область Полицейские регионы направили в суд два уголовных дела Мошенников удалось вычислить в социальных сетях 36-летняя жительница Кустаная Предлагала сделать поддельный паспорт вакцинации Но после того, как желающие переводили ей деньги Мошенница отключала телефон и не выходила на связь В случае не единичной Жительница Лисаковска предъявила в аэропорту Поддельную справку с ПЦР-тестом Чтобы вылететь в Египет на отдых Теперь вместо курорта на пляже Ее ждут судебные разбирательства При посадке, при сдаче документов в аэропорту Сотрудники аэропорта Через приложение ошибки Они выявили, что действительно у нее Положительный результат ПЦР То есть красным обозначены В связи с этим она показала поддельный ПЦР-тест с отрицательным получается Устанавливаются лица, которые реализовали, то есть продали поддельный ПЦР-тест Цены на продукты питания вырастут в среднем на 30% Такой сценарий не исключил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Крашукеев Он уточнил, что такая картина будет наблюдаться не только в Казахстане, но и во всем мире При этом чиновник ссылается на прогноз продовольственного и сельскохозяйственного подразделения ООН По его словам, ведомство сейчас делает все возможное по реабилитации сельскохозяйственного сектора страны, пострадавшего от засухи Подробнее в следующем сюжете Падеж скота в Казахстане из-за отсутствия кормов достиг такого масштаба, что на это обратили внимание известные зарубежные издания Рейтерс и Вашингтон-Пост сравнивают высушенную зноем Мангостаускую степь с большими кладбищами лошадей Однако в Минсельхозе республики призывают полученную информацию перепроверять и не поддаваться накручиваемому ажиотажу Поскольку не все факты, по мнению чиновников, на местах находят свое подтверждение Об этом по итогам заседания оперативного штаба заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Коршукеев К примеру, по мнению руководителя ведомства, сведения о массовой гибели скота в Балхашском районе Алматинской области не соответствуют действительности Также неверные чиновники назвали информацию о том, что в Северном Казахстане из-за отсутствия сена фермерам приходится массово забивать свой скот По мнению чиновников, о масштабности речи не идет За аналогичный период 2020 года было забито КРС 15 313 в 2020 году Взяли данные по состоянию на 10 августа этого года У нас КРС забито 12 748 Даже меньше, практически около 3000 голов меньше, чем в том году Поэтому здесь такого массового забоя мы не видим Чиновники убеждены, что от информационного ажиотажа страдают прежде всего сами животноводы, а также дорожают корма Поэтому госслужащие порекомендовали отказаться от черного пиара и сосредоточиться на тех регионах, где эти проблемы решаются К примеру, для борьбы с последствиями засухи в Мангостаусскую область планируют дополнительно отправить более 5 миллиардов тенге 1,9 миллиардов тенге из резерва правительства выделили Эти средства уже начали распределяться среди личных подсобных хозяйств 40% я, насколько помню, и 60% среди крестьянских организованных хозяйств Эти деньги пойдут на удешевление кормов Им деньгами дадут, чтобы они купили подешевле корма Сейчас прорабатывается вопрос об изыскании дополнительно 5,3 миллиардов тенге Сейчас мы рассматриваем вопросы, вроде решения уже предварительные есть, сейчас оформляются они Однако, несмотря на все проводимые меры, Казахстан роста цен на продукты питания не избежит, заключили в министерстве Чиновники ссылаются на сложную обстановку во всем мире и называют это проблемой глобального характера По прогнозу ФАО, в ближайший год во всем мире ожидается рост цен на продовольствие, на продукцию сельского хозяйства до 30% То есть, то, что мы сейчас видим, вот этот рост, он накладывается и нынешней нашей реалии Но засуха и наводнение, они во всем мире Мы сейчас все свои усилия направляем на то, чтобы не потерять малоточное поголовье Чтобы на следующий год кому было телять рожать Виктор Джигерес, Алина Грей, Atomician Business Чиновники в северо-казахстанской области говорят, что нашли способ решить проблему дефицита кормов С проблемой столкнулись не только животноводческие фирмы, но и сельские жители, которые держат домашний скот Это около 700 тысяч голов Потребность в сене регионе составляет 850 тысяч тонн 492 тысячи из них это для хозяйств населения Для сдерживания повышения цен на корма между кормозготовительными хозяйствами и сельскими кематами Заключены совместные меморандумы, где и предусмотрены оптимальные допустимые цены На сегодняшний день заготовлено 578 тысяч тонн сена, или она составляет 68% от плана Сенаж при плане 193 тысяч тонн, заготовлено на сегодняшний день 76 тысяч тонн, или же 40% Заготовка силы будет проводиться во второй половине августа По поручению Акима области Аксакава, Кмара и Либайя в районах области созданы оперативные штабы По координации вопросов заготовки и обеспечения кормами По словам самих сельчан, проблема с нехваткой кормов по-прежнему стоит остро Дефицит наблюдается в нескольких районах Североказахстанской области Люди от слов перешли к действиям и уже начали сдавать скот на убой Нам Акима привез 10 тюков сена по 5 тысяч После того, как мы обратились снова, чтобы помогли нам приобрести Они сказали, что никто из касян продавать просто не хочет Другим жителям они завезли, может, по 5 тюков сена Но мы до сих пор не можем купить Мы были вынуждены уже сдать 5 голов КРС Всего у нас 13 голов КРС и одна лошадь Пытаемся как-то сохранить свой скот Потому что еще не готовы с ним расстаться Очень жалко В Павлодарской области с сеном все в порядке Общая потребность в кормах для скота около 1 миллиона тонн В планах освоить сверх нормы свыше полутора миллионов, говорят в местном управлении сельского хозяйства Кормозаготовка здесь в полном разгаре, уже обрано около 60% сена Для этих целей дополнительно выделено 4000 тонн удешевленного десоплива Также планируется выделение неиспользуемых участков для сенокоса Сохранение соломы после уборки хлеба Предоставление доступа жителям в лесхозы и резерваты для сгодовительных работ В этом году в южных регионах нашей страны ситуация очень тяжелая Поэтому, возможно, если мы заготовим данное количество кормов, будет оказана помощь У нас, слава богу, луга есть На лугах мы обычно не менее 22 тонн берем с одного гектара Но есть участки, я лично сам проезжал, где-то до 4 тонн дают Поэтому, я думаю, луга у нас, как говорится, наша радость и наша боль Боль с комарами, а радость насчет кормов Перспектива повышения цен на мясо, конечно, малоприятная Минсельхоз подчеркивает глобальность проблемы, говорит, что так во всем мире Но когда кошелек пустеет быстрее от месяца к месяцу, ответы и решения нужны конкретно И зависят они, будут и должны от наших чиновников и от наших производителей Можно ли не допустить повышения цен на мясо? Узнаем у самих фермеров И с нами на связи Марлен Б. Магомбетов, председатель ассоциации фермерского центра Актюбе Марлен сейчас вроде бы должен с нами быть на связи Но мы пытаемся с ним сейчас установить скайп-соединение Напомню, сегодня хотим узнать, на самом деле, можно ли не допустить роста цен на мясо Которые прогнозируют, в первую очередь, международные эксперты И которые, в принципе, не исключают наши чиновники из Минсельхоза Так, можно видео включить? Отлично, спасибо Марлен, вы с нами? Добрый вечер Марлен, как слышно? Марлен, прием, как нас слышно? Так, устраняем технические неполадки И постараемся вернуться, наверное, все-таки к этому диалогу Потому что очень интересно Есть? Нет? Проблема пока, да, будем устранять Руководство Мангуставовской области тем временем Собирает список пострадавших от джута фермеров Акимы населенных пунктов и городов Планируют финансово компенсировать падеж скота Параллельно проводится регистрация домашних животных Однако оплачивать власти будут только погибшие от голота Маточное поголовье На эти цели из бюджета выделены 1,9 миллиарда в тенге Всего в регионе 840 тысяч голов скота И только половина из них зарегистрированы официально Фермеры уже успели получить запас корма на зиму от государства Для этого из бюджета выделили 5,3 миллиарда тенге Комбикорм, ячмень Корм для сельскохозяйственных животных Они сейчас, рыночная цена на них Сейчас в данное время средним Составляет 112 тенге у нас продажно А мы будем продавать через операторы По 92 тенге за килограмм ячмень И кроме 150 миллионов мы хотим закупить сен Сейчас операторы уже деньги выделены Теперь только осталось распределение В Шенкенте не утихают споры между местной компанией-перевозчиком и Акиматом Все упирается в субсидии, а вернее в их отсутствие Перевозчики требуют компенсации, в противном случае грозят остановить работу Акимат же убежден, что поддержка и без этого оказывается в полной мере Детали в следующем материале В палате предпринимателей города Шенкент сегодня стояла крайне напряженная обстановка Настолько напряженная, что руководитель управления транспорта после долгих споров Под предлогом встречи с Акимом города в три часа дня поспешно выбежал из зала Акиматы-перевозчики встретились лицом к лицу, чтобы обсудить проблемы По словам перевозчиков, их принуждают работать с компанией КГУ ЦДС Не выплачивают субсидии и выборочно оснащают автобусами Как только вмешивается местная исполнительная власть в работу перевозок То происходит не то, что нужно для населения Они нам пообещали, что с января будут выдавать субсидии Соответственно, люди уже взяли кредиты, использовали какие-то свои финансовые средства И с января, в декабре они начали сдавать документы на субсидирование Но ответа они не получили Заместитель управления транспорта уверяет Все проблемы обсуждались на еженедельных встречах И более того, часть из них уже решена А перевозчики прекрасно знают о поддержке со стороны Акимата К сожалению, к тем претензиям, которые сегодня поднимались со стороны перевозчиков Я считаю, что полноценно с ними согласиться не могу До проведения сессии МАС-фехата мы никак не можем субсидировать А по поводу дискриминации во время раздачи автобусов Заместитель руководителя транспорта заявил Автобусы эти выдавались не Акиматом, а СПК И при раздаче оценивали по критериям И транспорт получили те, кто этим критериям соответствовал Тина Кудайберген, Виталий Зайнтинов, Атамикен Бизнес, Шимкент От обращений в Акимат пользы нет Так комментируют жители новоиспеченного города Коши Близнер Султанов пожар на свалке, который длился целых три дня Полигон расположен на окраине города В новом старом микрорайоне Тайтобе Напомню, бывшему пригороду Коши статус города присвоен указом президента В конце прошлого месяца На поселок Тайтобе решили сделать одним из районов пригорода Но смена названий жизнь горожан, видимо, не поменяла Почему старые проблемы перекочевали в новый город И есть ли надежда на их искоренение Разбиралась моя коллега Мируя Джекьянова Видеть густой столб дыма над своими крышами тайтубинцам не привыкать Но в этот раз дышать гарью жителям пришлось целых три дня Я приехал жить в январе С этого времени мусорка горела уже дважды В этот раз особенно долго Раньше такого не было Три дня уже горит Дым страшный, не тухнет Кому мы скажем Никто не слушает От обращения в Акимат пользы нет Мусорный полигон от жилых домов отделяет всего один километр Этот разрыв постоянно сужается Часто камазы из Хоши и Нурсултана до цели не доезжают Выбрасывая коммунальный и строительный мусор тут и там Обещанием местной власти взять хранилище под контроль уже сто лет в обед В здании Акимата новоиспеченного города Хоши Микрорайоном которого с недавних пор числится Тайтобе Нас встретили пустые кабинеты Никого нет На звонки тоже никто не отвечает Теперь понятно, почему местные жители давно махнули рукой на тлеющую проблему И даже предостережение экологов не могут подтолкнуть их на решительные действия Когда горит мусор и отходы Образуются десятки очень токсичных веществ Которые гораздо опаснее самого мусора Люди просто не доживут несколько лет Их дети получат страшные заболевания хронические Это не просто неприятность Это опасность для жизни и здоровья В интервью двухнедельной давности нашему телеканалу Аким Хоши Иржан Жолумбетов жаловался на скудный бюджет Который буквально связывает ему руки Но как показывает практика, дело не всегда в деньгах С центральной дороги нового города, на ремонт которой уже выделены средства Сняли асфальт еще весной А работы, за слов Акима, закончат только к концу года Так когда в своих черепашьих бегах местная власть доберется до тайтубинской свалки Вопрос риторический И вернемся к теме сельского хозяйства Подорожание мяса, прогнозов о подорожании Мы все-таки связались с Марленом Баймагамбетовым Это председатель ассоциации фермерский центр «Октюбе» Правда, по аудиосвязи Марлен Добрый вечер, нас слышно? Да, да, я вас слышу По аскапе я тоже вас слышу Просто вы меня не слышите Да, возможно, всякое бывает Конечно, вот исполняющий обязанности министр заявил, что информация о дефиците кормов, гибели скота Это может быть черный пиар, какие-то фейки, что ее нужно тщательно проверять Вы лично столкнулись с проблемами в этом году? Или ваши коллеги? Да, Актюбинская область тоже у нас есть Южная аридная зона, Чалкарский район, другие районы Вообще, даже у нас у самих фермеров По сравнению с прошлым годом Травостой в два раза хуже То есть мы сейчас на сегодняшний день Я не знаю, откуда министр взял данные Мы где-то на 40-50% всего обеспечили Но вы не считаете, что проблема раздутая с этим? Мне вопрос сегодня непонятно был Я это с первым каналом тоже говорил Откуда министерство сейчас вот это 70% обеспечен с кормов, например Какие у вас цифры? Еще раз Например, вот у Латавской, Ирландии, Казганской области, Актюбинской области, Актюбинской области, Актюбинской области, были массовые степные пожары Прямо порядка 4-5 дней тоже испытывают дефицит кормов Сейчас у этих хозяйств сгорели пастбище, в воде, даже заготовленные семья Но в профильном ведомстве говорят, что и меры принимают, да? Актюбинский район, Актюбинской области, порядка 100 тысяч гектаров земли сгорело Что нужно сейчас для решения проблемы? Конкретно, как считаете? Последнее указание президента Почему-то на основе министерства сельскохозяйства, также в лице нового министра Какие-то образы извращают Показ запретил вывоз кормов Они сделали вывоз запрет только нескольких Это овес и один ржи А фактически народ весь потребляет отруби У разной пшеницы, ячмень Основные корма которые Их экспорт почему-то не запрещен То есть, почему-то указание президента Извращается натуральным образом Хорошо, ну и главный вопрос Вы как прогнозируете? Первое поручение президента было запретить экспорт кормов Ясно, ясно Ваш прогноз Ваш прогноз Удорожание мяса в этом году Удастся избежать, нет? Как производитель, можете ответить? В этом году, скорее всего Будет сокращение поголовья скота Для того, чтобы не было сокращения поголовья Мы, например, активность области В прошлом году Акимат нам выделил 5,5 миллиардов В этом году 6,5 Однако Акимат из других областей Не выделяет средства Хотя тоже это было поручение президента То есть, Карагандинская область, например, скажем Выделила всего 220 миллионов Спасибо Другие области тоже выделили 1 миллиард То есть, они потребность на 20-30% только закрывают Без этих мер Хозяйство будет вынуждено сейчас Уничтожать скотт, резать Ну, что же говорить Не самый радужный прогноз И явно не то, что сейчас ожидали услышать наши зрители И мы, собственно, так же Но, видимо, правда, жизнь Мы к этой теме обязательно вернемся Марлен Баймагамбетов Председатель ассоциации фермерский центр Актобе с нами был на прямой связи И, друзья, на этом все на сегодня Таковы были главные темы этого дня Смотрите и читайте Это Микенбизнес в социальных сетях Увидимся завтра До встречи Субтитры сделал DimaTorzok